Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Леонид Романов. И у нас сегодня день, когда мы показываем креативные образы. И пока я немножко подготавливаю своих моделей, которые мы уже командой подготовили. И сегодня я покажу очень коммерческую, простую форму, которая асимметричную, которая подходит большинству девчонкам, если они еще носят креативные цветные окрашивания. Сейчас я поработаю с девушкой. Это окрашивание делал мой мастер, Славон Александр. Он пытался сделать очень красивую ровную линию, прямую. И я думаю, что у него очень даже получилось неплохо. Так, друзья, что я сейчас сделаю? На самом деле я пытаюсь дисциплинировать нашу макушку. Мы ее высушили очень правильно, в идеальной гладкости. Для того, чтобы так вышить волосы, нужно посетить наш мастер-класс под феном, называется. Друзья, окрашивание делал мастер Александр. Вот, вы можете все у него спросить, что делал, как, чего. А это окрашивание сделал Никита, вот стоит рядом. Ты что-то красила? А это Майя, наш мастер, она обрезала длинные волосы ради этого проекта. Аж я Никита писью стоя. Так, тебя кто красил? Он красил тебя. А я практически никого не красил. Пришел просто получить славу, и все. Я Светлану красил. Да, так что, друзья, аплодисменты. Так, друзья, вот такая вот история из 70-х, она мне очень нравится. Думаю, она понравится и вам. Саша, очень красивое окрашивание. Молодец, правда молодец, Саша? Друзья, поаплодируйте Саше. Это вот первое цветное окрашивание, друзья. Если ты знаешь техники секреты бронт, а это касается крэйзи бронт, так что это для любого мастера, даже самого начинающего. Просто делаешь и получаешь охренительный результат. Сори за охренительный. Так, ну, хороша. Так, ну что, призываем к стрижке. Светик, знаю, что надо сделать. Как вам наш бантик? Оценили. Зажимы есть? Тамарочка, иди сюда. Она нас везла, мы были в пробке. Наш последний результат. Едут не все на шоу, как говорится. Едут единицы. А после этого прекрасного мероприятия, друзья, мы едем на студию, где мы сделаем очень интересную фотосессию всех этих образов. Так, и так, друзья. Делаю подкову. За наивысшую точку захожу. Сантиметров на 8 от наивысшей точки. Моя гостья, она хочет асимметричный боб, длинный, удлиненный назовем. Здесь тоже очень красивое окрашивание, и оно именно сделано как раз-таки уже для стрижки, которая будет. Светик, давай снимем. Девочки, ну вы хоть походите, что ли, вокруг, показали меня. Она, конечно, модная, но... Вставай. Будем, ребят, чуть попроще, потому что иногда ваши глаза должны видеть все, что вы делаете. Sorry за кривые, кривые эти... проборы. Как найти контрольную прячь? С чего начать, друзья? Во-первых, определиться с гостей, какой длины она хочет боб. Свет, какая длинная сторона? Это левая. Положение головы наклоняем для того, чтобы получить внутреннюю лёгкую градуировку. Свет, ты же понимаешь, да? Сразу вам скажу, что мои техники, они очень быстрые. Я люблю работать быстро и легко. Главное, вы должны знать, что вы делаете. Если вы заранее не знаете, то не повторяйте. Сначала нужно выучить техники, а потом так всё рубашить. И всё. Вот теперь у меня здесь есть контрольная прядь. Я создал свой, как говорится, свой блок, и теперь моя контрольная аж вот здесь. Чуть-чуть на меня. Спрашивай. Давай, давай, давай. Почему я толстый? Другой вопрос. Так, а сегодня, интересно, ведущие наши работают сегодня? Работают. Все персонализацию, контур мы будем выполнять, только когда сделаем, высушим волосы. Никит, правда, вопросы есть, Никит? И, Никит, вопросы есть? Какой результат мы должны украшать? У меня есть вопрос. Да, я Никита, писю стоя. Дальше. Следующий вопрос. Вот, собственно говоря, то, что мы сегодня... Друзья, выдерживаем 45 градусов, перенаправляем и накапливаем вес. Кого? А мне хорошо. Ребят, вам всем видно? Глаза не вижу, видно? Все. С этой выравнивай голову. Вот уже с этой точки я начинаю перенаправлять и накапливать вес с левой стороны. Аккуратно. То есть я здесь поднялся в списке, и пойду, а потом, я не могу, или просто... Да, хорошо. Супер. Как было? Слушай, это ландер. Мы теперь вернемся. Посмотрим. Восторгаемся, мы задаем вопросы, мы уже как спикер. Это наши или нет, Арут? Да. Вопросы. Итак, мы пообщались. Леонид, здравствуйте. Да, Леонид Романов, да. Да, да, пожалуйста. Ого, какой вы громкий, Леонид. Всем привет, друзья. Наконец-то я могу с вами разговаривать. Мне вновь дали голос. А то я вчера с утра тарахтел, вечером, и вот теперь мне дали наконец-то слово поговорить. Хватит жаловаться. Вы знаете, я не устал вчера. А вы меня так зарядили, и все меня ребята зарядили, что я приехал домой, думаю, господи, что мне делать. И тикток выкладывал до утра. Что происходит сегодня? Друзья, что вы все здесь. Можно вообще, кто не подошел, подойдите. Соберу всех в одной точке. Что мы делаем? Мы стрижем и показываем, какие крутые цвета сделали мои ребята в салоне. Супер. Я так понимаю, что яркость, это вот как бы ваш конек. Слушай, на самом деле, чтобы кто нас знает, креативные цветные окрашивания мы делаем крайне редко. Это вообще не наша фишка нашего салона. Мы просто грамотно знаем, как это сделать. А клиенты у нас, в основном, все брендинки, и мы делаем просто классические коммерческие образы, потому что они приносят бабки. Скажи, пожалуйста, насколько вы сейчас пользуетесь спросом, вот именно яркие цвета? Слушай, это на самом деле, меня поддерживают мастера, это пользуются спросом, но, к сожалению, в салоне делается крайне редко, потому что это стоит дорого. Правильно, ребят? Это раз. Это требует очень большого времени. Вот эту работу делали 14 часов. Вот эту работу 14 часов? Вы сейчас конкретно про эту девушку. Да, она была розово-красно-коричневая, и ее выводили, чистили, чистили, вот вывели. И еще Сашка пытался сделать красивую ровную линию, и я считаю, что для первого раза он просто гуру. Нет, вообще круто смотрится, правда. Родители знают, чем ты занимаешься? Мои или ее? Ее. Слушай, 14 часов пропадало. На самом деле я тебе хочу сказать, что здесь именно прямо профмодели, и просто мы с ней работаем впервые, не знаю, работала профмодели? Нет. Здесь профмодели, которые мы всегда используем в наших проектах, это наши ангелы, вообще хранители, здесь все. Не считая Майя, Майя наш мастер, она впервые решила вообще отрезать волосы для этого проекта. Ой, супер. Да. Тамара и Амина – это наши профмодели, которые всегда в наших проектах, мы их красим, стрижем, одеваем им парики, меняем им образы, постоянно их меняем. А остальные девчонки – это вообще наши клиенты, наши друзья, и они тоже наши друзья. То есть почему мы работаем, в основном выбираем человек извне, не просто моделей? Потому что они позволяют красить волосы. А другие девчонки могут еще и зарабатывать на этом, но это крайне редко, потому что модели в основном крайне редко красятся волосы. Я так понимаю, что в вашем салоне, когда друзья приходят, все заканчивается максимальным окрашиванием, Ну, совершенно нет, на самом деле, потому что такие проекты мы делаем редко, это реально долго. Это долго, это затратно, и… ну, правда, это сложно. Лень, у меня один вопрос. Где ты берешь столько энергии? Я сосу ее, не буду говорить где, и из каких девственниц или девственников, неважно. Дайте работать уже. Ой, супер, да, спасибо огромное. Так, друзья, продолжаем работать. Друзья, на самом деле, я хотел, конечно, подогнать самые длинные пряди, поэтому я буду сейчас немножко перей, еще чуть перестригу, покороче чуть-чуть. Итак, друзья, продолжаем накапливать вес. Перенаправляем, смотрим, насколько мы вышли к нужной линии. Вот, теперь супер. Она на себя не смотрела. У нас как в салоне каждый день, понимаете, да? И если я одного своего клиента, пусть придут два раза и одинаково, он ко мне не придет. И здесь, в чем мы показали, прям при всех, как, ну, что это ну, в риге, в риге, в риге, то есть это сейчас, вот прямо здесь и сейчас, это здесь происходит. И вот то, что она сейчас прямо горит, и на самом деле это безценно. Я считаю, что в нашей профессии мы обязаны делать это каждый день. Так, друзья, перенаправляем все вперед. Перенаправили волосы, сделали выкройку. Взяли контрольную прядь, сделали профильный пробор и убрали лишний вес. Перенаправили все под 45 вверх, либо четкие 90 вверх. Так, друзья, когда создали слои, давайте еще немножко обещаю свою философию. Все, что ниже наивысшие точки макушки, это градуировка для меня. Все, что выше, это слои. Что вы понимали? Создали слои, то, что для того, чтобы уже облегчили. Расчесали, перенаправили. Повторили по выкройке. Убрали лишнее. Если оно вам попадается. Если нет, проверяем, насколько... Есть ли какие-нибудь лишние пряди. Но тут ничего нет. Перенаправляем вес, весь, весь, вес на себя. Мы думали, почему она не выходит со второго кача. А они, оказывается, снимали. И ты посмотри, как получилось, что это здесь и сейчас. И вот как раз он об этом говорил. Что первое. Созданное... Круче тебя, круче, круче. И второе. Это созданный контент, который здесь сейчас он рассказал все, и я на моменте показал... И я уверен, что уже в инстаграм все это забито, и уже определено. Ну что, а мы подошли следующее. Как всегда, это очень необычное. Легко-дороградное. Я хочу, пожалуйста, филировать. Я не хочу, что сейчас не будет. Здравствуйте, дневно быть вам. Как всегда, на себя у вас работали. Вы заметили, что я еще ничего не филировал? И всю персонализацию буду выполнять именно сейчас. Посмотрю по сухим волосам. У Светланы свои волосы легкие, легкие, пушистые, волнистые волосы. На волосах сейчас ничего нет. Сейчас нанесем соль. Скажу вам честно свою философию. Еще касаемо скошенных, перенаправленных бобов, асимметричных. Я не очень люблю. Но Света очень любит. Но это красиво, в зависимости от того, как кто носит, кто как любит. Да, Свет? Да, что это заходит. Все. Это был конец волос. Ой, появился дизи наконец-то сегодня. Светик, наклони, пожалуйста. Волосы вперед. Это поняла, сколько короткий височек? Уже присел я, представляешь? И пересасываю еще. Я была в этом же классе. У меня очень такое же классе. Это не главное. Это просто мой образ. Что мы с моделью должны быть каким-то определенным единым целом. Либо максимально противоположными, как это было в прошлый раз. Маячка, дай фенчик. Фен дай. Друзья, делаем контур. Друзья, еще очень важный момент. Если ваша гостья или ваш клиент имеет волнистую текстуру и не укладывает волосы, вы можете даже их не филировать. Потому что оно будет более мягкое. В общем, это будут мягкие линии. А для того, чтобы она носила более в естественном, в своем полуволнистом варианте, она будет использовать соль. И прямой срез поможет ей делать правильную текстуру. Сейчас вам еще раз повторю. Я не филирую еще почему. Потому что волнистые волосы должны быть плотными, без тонких краев. Либо они должны быть прям хорошо-хорошо проперсонализированы и вырваны. И поэтому она не будет вообще укладываться. Она вообще не укладывается. И поэтому она брызгает соль, мнет и больше ничего не делает. Поэтому ей достаточно вот таких вот там линий, плотных переходов. Я, конечно, скорректирую что-то. Но это ей больше достаточно этого. Так, друзья, приступаем к персонализации. Но должны помнить, что персонализация не должна портить форму вашей стрижки. Сколько у нас времени, ребят? Еще есть. 18-20? Мы обсуждали очень-очень много важных для этого вопроса. Тренды, еще один новый тренд. На ваш взгляд, что это следующее? Представьте, что это ближайшее. Я для себя выиграла несколько трендов местного управления. Я постараюсь, что их нет. Но что я хотел бы посоветовать? У нас уже все сразу. Их сейчас вонически... У вас фен. На самом деле, почему Светлана любит эту форму, я ее прекрасно понимаю. Во-первых, не укладывается раз. Во-вторых, она очень часто делает вот так. И я это знаю, что она так делает. И ходит, такое ощущение, что как будто с хвостиком. И имеет всегда какой-то объем. Я понимаю, от своего угла челки. Вы всегда, в первую очередь, должны думать не о себе, а о том клиенте и госте, который к вам приходит. Поэтому очень важно создать форму или стрижку, или прическу, чтобы модель была счастлива. Или ваш клиент, ваш там гость салона. Очень круто, очень круто. Майя. Подожди, сейчас будет. И потом руками моделируйте то, что вам нужно. Так, ну а если вы, допустим, у вас фотосессия, и вы хотите что-то там сделать невероятное, то берем лак, фен. Продолжение следует... Поехали! и формируете вообще что хотите на самом деле забывайте вообще про все свои классические а за что вы знаете что вы думаете вы можете сотворить любую текстуру если вы умеете обращаться с волосами и с текстурой хочу сразу воспользоваться моментом сказать что 10 11 20 21 мая у нас огромный будет конгресс мы создаем вот сами нашей командой про про текстуры так что приходите и делайте классные текстуры своим моделям друзьям клиентам свет ну ты панкуха прямо все вообще света очень крутой таролог я думаю ее зрители youtube вопроса обалдеют мне уже хочется где где сделать для елеонид я никита писю стойность светик прости залезу к тебе сюда боже на ты моя ласточка друзья это вам очень понравилось сейчас покажу еще одну свою модель на самом деле можете что угодно делать уже моделировать ее в киску угодно сторону среди кому покажись нам да походи покрутись нет 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 она должна была уже быть готова друзья вам больше обратили внимание на их майкап это делал наш тоже визажист она очень старалась друзья но этот образ больше создан для фотосессии он будет работать с феном мы будем вытягивать играть в на черном фоне потому что здесь нужно именно правильно выбрать фон нужно правильно проработать эту текстуру правильно ее разложить для того чтобы она красиво смотрелось так это просто волосы выкрашены полосками не более друзья и если вы работаете в съемках и любите растягивать текстуры то сейчас очень важно и в тренде это будет на большой вообще большой эпоху времени ли арт снимаете очень важно делать деформацию волос именно деформация сейчас имеет очень большой тренд не идеальные даже волосы вернитесь немножко в 60-е утрируйте этими буклями то есть возможно молодежь даже не помню что такое вообще букли в принципе что это это поворот скрученный в такой смешной куделёк локон вот из них создавайте истории допустим создаете красивая каре подверните ему концы вытяните такие скажем более странные пряди может быть даже такие ушки немножечко более странную историю но еще раз говорю это не касаемо коммерческая история а и больше истории арта смотря что вы создаете что вы моделируете для того чтобы вам создать такую текстуру странную вы должны несколько раз делать одно и то же прочесать проработать прочесать проработать растянуть петли это все очень важно для того чтобы моделировали свою форму он такой липенький будешь знаешь давай я сам профессионал стал где он я сборит уже знаешь все просто про персонализацию все уже три трендовые слова ты просто хорошо впитываешь друзья ну вообще как вам и очень мало еще я не вижу вы что ничего не делаете эмоции вот другое дело ну чтобы я считаю конечно буду немножко дорабатывать но я хочу больше честно говоря сейчас повести своих уже модели я думаю что вы уже и так все поняли поняли что мы из себя представляем кто мы что мы чего мы как мы я хочу для трендсов бьюти пойти там красиво на стенде сделать просто этих прекрасных наших моделей вот и я думаю что если у нас с ними хочет пофоткаться пожалуйста со мной пожалуй со мной обязательно подойти пофоткаться еще выложить в инстаграм потому что у меня их 11 вот четыре тиктока один youtube поэтому вы должны обязательно сфоткаться со мной с моими моделями ребята очень рад был работать для вас вы крутые потому что я чувствую вашу энергетику хоть своей жопой толстый но что делать вот поэтому я с люблю обожаю спасибо приходите наши мастер-классы и спасибо вам за эти прекрасные два дня большое тебе спасибо знаешь я единственное как бы вот такое резюмирование глядя просто вокруг хожу думаю что мне напоминает вот эта вся общая картина вот это ваша тусовка ты кстати еще когда не приехал они уже разгоняли здесь энергетику потому что их заставили уже заставили и да у них отняли паспорт их заставили делать здесь поддержку моральную пока еду в такси и опаздываю то есть как такси ехал сказал слышал у меня просто очень красивый таксист я понял тебя но и так вот на что это было похоже а такое ощущение фьючер какой-то фильм о будущем то есть знаешь такой шел 2058 год и здесь вот так и знаешь как будто футуристическая нота и абсолютно прав смотри что про еще происходит я это замечаю я сейчас прям принципиально смотрю все фильмы от 76 года где-то до 85 ой до 95 пересмотрите все фильмы от этого от этого возрастного как сказать правильно этого перевожу посмотрите за этот период фильмы посмотрите именно о космосе посмотреть сколько показывают вообще людей будущего но иначе что я понял это никакие не инопланетяне это мы просто мы себя люди кто смотрели вообще смотрели кто-нибудь сериал как он называется проект про будущее которая книжка была тридцать первом году написано как дивный новый мир смотрел кто-нибудь тридцать первом году написал чувак правду которая сейчас происходит с нами тренд действует ровно один день сегодня ты звезда завтра звезда уже другой согласны с этим все быстро меняется все просто и я понял что все эти инопланетяне которых снимали в 60-е там в 70-е 80-е это не инопланетяне это мы люди мы с собой это сотворим сами новая beauty конспирологическая теория от ли олида романова друзья мои давайте поаплодируем вы смотрите как все это четко ярко как это интересно футуристично